В пресс-релизе госкорпорации «Росатом» сказано, что в трагедии погибло пятеро сотрудников, еще трое получили ранения. А сама авария произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением и затопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Президент США Дональд Трамп сегодня ночью написал в своем твиттере, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник» по классификации НАТО «Скайфол». Он добавил, что США многому учатся на примере этого взрыва, а в Америке есть похожие, хотя и более передовые технологии. Эта часть вызвала негодование американских экспертов, которые обвинили президента в незнании собственного арсенала и напомнили, что работа над подобным проектом была прекращена в Америке еще в 60-х годах. О российской крылатой ракете с ядерным реактором на всю страну объявил президент Владимир Путин в 2018 году, выступая с посланием к Федеральному собранию. Назаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. С тех пор было несколько сообщений об испытаниях ракеты. Минобороны также опубликовала видео сборки ракеты в ангаре и ее успешного испытания. Именно по этим кадрам эксперты сделали вывод, что ракета стартует с помощью обычного двигателя, а ядерная установка включается позже, когда ракета достигает нужной скорости. По данным американской разведки, на испытаниях у ракеты каждый раз возникали сложности при переходе со стартового на ядерный двигатель. Кроме версии о взрыве ракеты «Буревестник» с ядерным прямоточным двигателем, на специализированных форумах обсуждают и другие системы, которые могли стать причиной трагедии в Северодвинске. По одной из версий, затопные источники энергии могут быть использованы для боевого дежурства ракет типа «Скиф». Это ядерная ракета с обычным жидкостным двигателем, которая скрытно находится в стартовом контейнере на дне океана до получения команды запуска. Именно для того, чтобы контейнер мог оставаться на боевом дежурстве десятилетиями, там могут применять изотопные источники питания. В 2017 году бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил журналистам, что ракеты донного базирования «Скиф» уже входят в арсенал вооруженных сил. Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы, знаете, сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность. Это просто фантастика. Военный обозреватель Александр Гольц рассказал журналистам, что источник питания на радиоактивных изотопах нового типа можно использовать не только на ракетах, но и на атомном подводном беспилотнике «Посейдон», который раньше носил рабочее название «Статус-6». Он должен нести очень мощную ядерную боеголовку и, вероятно, предназначен для уничтожения авианосных ударных групп США или целых военно-морских баз. На военном форуме «Армия-2019» официально объявили, что специальная подводная лодка-носитель «Посейдонов» под названием «Белгород» уже спущена на воду именно в Северодвинске и скоро будет поставлена на боевое дежурство. Александр Касаткин. Настоящее время. Аминь. 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 Аминь.